Друзья, всем привет! Это у нас одна из комнат, где живут девочки, да? И вот эта девочка, которая здесь живёт. Значит, собственно, почему решил записать это интервью? Потому что этот человек у нас работает уже сколько? Два года. Два года, друзья. Два года, представляете? А как зовут? Стоять, имя Лейла. Лейла. Настоящая Ира. Ира, давай будем говорить, Ирина. Ирина, а ты откуда? Беларусь, Гомель. Беларусь, Гомель, надо же. Ясно. А до Беларуси танцевала? Вообще не танцевала, только клуб, дискотеки и всё. С пилоном не знакомо было. То есть два года назад ты сюда приехала с обучением? Да. Ясно. Зарплата в неделю у тебя больше сейчас, чем зарплата в месяц в Беларуси? Естественно, больше. Понятно. За неделю, как за пять месяцев заработать у беларуских рабочих. То есть, как бы денег заработать-то можно? Да, вполне. А вот самый главный вопрос. Все девчонки, когда решают себе поехать в Таиланд, думают, что секс интим там и так далее. Есть какое-то принуждение? Я слышала много слухов о том, что здесь проституция, рабство, и страшно сюда ехать. Но я мониторила все видео, девочек, интервью, кокси, репетиции. Я всё смотрела, всё прочла. И решила? И решила поехать. Пока не попробуешь, не поймёшь, да? Да. Оправдались надежды? Оправдались. Всё, как написано. Классно. А как в плане условий вообще, допустим, проживания? Кстати, ты вот здесь вот живёшь, да? Вот, друзья, да? То есть вот так вот у нас люди живут. Ну, нехило, да? Оправдались какие-то надежды? По проживанию трёхразовое питание. Даже так? Комната, бассейн, тренажёрный зал у нас там. Санаторий, короче, да? Да, ну, жить хорошо, работать тоже. И лето круглый год. То есть, а, ты живёшь, получается, рядом с бассейном на крыше? Да, вообще, вот, дверь открытия уже там. Понятно. А, ну, такой вопрос, а как, допустим, отношения в коллективе? То есть, всё-таки женский коллектив? Раньше я бояла женского коллектива, потому что, ну, ходят же сухи, что змеи вокруг. Ну да, тем более работа, да, такая. Да, я никогда не работала в женских коллективах, но здесь все дружно. Никаких проблем с девочками нет. Все работают, никто никому не мешает. Всё вполне хорошо. Понятно. А вот, ну, в плане работы, да, так вот? Физически для новенькой девочки, которая никогда не танцевала, естественно, первые два месяца исключительно. Безусловно. Стренировок будут очень тяжелые. Но это стоит того. Это синяки, это не высыпание, потому что ещё английский, если ещё не знаешь английского, то нужно учить. Но потом ты уже вникаешь в это всё, вливаешься и вообще не замечаешь никаких тяжестей. Просто танцуешь вот так вот, по щелчку, всё проходит. Ну, ничего такого сложного. Но это стоит того. Это стоит того. Это как бы в тебе раскрывается женственностью больше, это уверенностью больше в тебе. Это важно. Это навыки танцевальные тоже повышаются, как бы, и сама в тонусе. Понятно. Но смотри, вопрос в плане вот штрафов. Есть у нас штрафы, пугают они тебя? И есть ли какие-то штрафы, которые нельзя избежать? Признаюсь, у меня в начале контракта были штрафы. Но это были мелочные штрафы. Это там маникюр плохой, или там медикюр, ну такое вот. Ну, а вот маникюр это можно избежать как-то? Естественно. Ну, я понимаю, просто, да. То есть можно как бы это просто-напросто всё сделать, и всё, у тебя не будет никаких штрафов. Да, можно сходить к мастеру, взять маникюр, и вместе сходишь. Ну, а ещё что-то вот есть такое, чего нельзя избежать? Это такие мелочные штрафы, которые регулируют дисциплину в клубе, чтобы не было таких вот некрасивых, там, таких вот неухоженных девочек. Это вполне нормальные вещи. То есть по факту всё зависит от тебя? Да. А, если ты хорошо себя ведёшь, культурное, как бы не создаёшь проблемы, конфликтов и всё, что может испортить работу и атмосферу в клубе, то никаких проблем и штрафов можешь не видеть весь контракт. Понятно. А отношения с менеджерами? Вот ты, человек, уже давно здесь работаешь, видишь, как кто приезжает, кто уезжает. Как отношения с менеджерами? Менеджеры у нас хорошие, русскоговорящие. Это плюс. Вот, да, это самое главное для новеньких девочек, которые не знают английский, это вообще идеальный контракт, я считаю, в Таиланде, особенно для старта. Ну и они справедливые, они не будут просто так тебя там где-то жать, давить и штрафы лепить. Всё по справедливости. Ты хорошо к менеджерам, к тебе хорошо менеджерам. Понятно. Всё прекрасно. Ну, классно, слушай, а ты долго ещё собираешься у нас жить? Я работаю вообще. Ну, я понимаю, я уж, да. Ну, здесь лучше, поэтому... Лучше, чем дома? Я думаю, я ещё буду на полгода продвигаться. Я хотела поехать домой, но думаю, нет. Ну, а как вот в целом, да, то есть вот рекомендуешь ли ты вот другим девчонкам, то есть, да, типа, девчонки приезжайте, ну, на самом деле, я рискнул два года назад, попробовал, да, и теперь не жалею. Или же, допустим, попрошешь этого времени, ты думаешь, ох, нет, блин, я бы в другое место. Рекомендуешь? Ещё раз говорю, для новеньких девочек, которые никогда не работали в клубе с танцами ночного плана, им это место в Таиланде, вот именно вот это место, идеальное. Начать самое то, здесь школа, да? Да, это вот прям школа, здесь ты всему научишься, тем более бесплатно, к нам приезжают хореографы, такие как там из танцев ТНТ, вот Егор Чураков там был у нас, танцевали, вот, бесплатно английский преподают, как бы, здесь всё создано для того, чтобы начать. Очень мало мест, где, вот, предоставляют такое вот бесплатное жильё, питание, там, билеты, там, покупают, смотрю, у кого какие контракты, это не везде так, поэтому я считаю, это идеальное место, я вообще не жалею, что рискнула и поехала сюда. Ясно, слушай, ну, классно. А не против ли ты, если я вот иногда буду давать твой ватсаповский номер, и девчонки будут звонить, спрашивать, потому что всё-таки так иначе ещё какой-то поддержки? Вообще без проблем. Понятно, ну, значит, будешь послом доброй воли от Белоруссии в Таиланде, так что так. Ну, всё, сегодня на работу? Да, сегодня на работу. Всё, спасибо, собирайтесь, увидимся. Увидимся. Пока-пока. Пока.